настроение самочувствие ну что да это точно вот наш 155 автобус на котором мы сейчас и поедем правильно найдем нашего отеля он называется эспаньола находится в солнечногорске это недалеко от алушты и вот нас заселили наш номерок такой деревянный отель уютный семейный вот наша комната холодильник телевизор душевая туалетом и самое прекрасное уютный балкончик столиками прекрасных каких-то местных растениях прикольно вот такой симпатичный тут душевая все дела но все по-человечески условно пойдет отлично погнали на пляж ну что ж дорогие друзья вот он настал тот самый день тот самый прекрасный день 26 сегодня июля 2020 года прямом смысле слова мы обогнали солнце и если в хабаровске сейчас у нас 2300 то здесь всего лишь 4 часа дня и мы решили пообедать друзья находимся мы с вами в замечательном месте называется это солнечногорское здесь наш пляж сзади нас прекрасное черное море великолепные люди отличное обслуживание сегодня заказали так самых крымских вкуснятин это прекрасная пицца это молодая свежая картошка как известно молодая она очень полезна это что-то из овощей и имбирный напиток который позволил нам вылезти из нашего состояния небольшой акклиматизации ну как обычно если мы едем с востока на запад то акклиматизация проходит быстрее если же запада на восток то сложнее вот частности сейчас чувствуем себя уже более-менее бодрячком хорошо 9 часов полета позади на улице теплая погода море сегодня было волнительно и сейчас она ласковая такое знаете приятное как только солнышко выходит так она становится тем лазуревым но об этом мы еще поснимаем наверняка на каких-нибудь наших следующих выездах сегодня у нас день балластиться на пляже заниматься тем что купаться в море кушать полезные вкусняшки набираться сил перед завтрашней встречи с отельным гидом ну и так далее так далее впереди у нас две недели отдыха а пока солнечногорская форева мы заселились мы счастливы все прекрасно абсолютно великолепные раскаты грома и вечером началось все это дело всю ночь шел проливной дождь и грохотала так что машина сигнализация срабатывает только на утро ливень прекратился я решил заснять всю эту красоту природного явления ну что ж дорогие друзья доброе утро всем огромное сегодня первый день пребывания у нас в прекрасном отеле эспаньола так называется он прекрасно вот и соответственно вот утрецом пораньше встал решил проведать местные достопримечательности и уже уже нашел кое-что интересное давайте-ка сейчас покажу ну начнем с этого друзья как вы думаете что это цветет такой прекраснейший абсолютно цветок слышите так вот друзья это гранатики вы только посмотрите как растет гранат я никогда в жизни например не видел как он растет тот раз в сочи когда были тоже не видели грецкий орех видели гранат никогда не видели так вот именно так он и растет смотрите большое довольно-таки количество гранатиков тут у нас что у нас еще тут интересного это у нас яблоня яблоня довольно-таки красивая тоже смотрите как она замечательно растет вот такие шикарные яблочки ну это мы с вами любим тут у нас такая кафешечка им кушаем так сказать отдыхаем набираемся сил энергии сегодня был дождик между прочим рано утром точнее всю ночь и нас как следует полила здесь у нас абсолютно великолепнейшие слива растет такая как хабаровске тоже такая растет здесь на территории есть великолепный зоопарк так называемый так пройдем под деревья плодовыми и посмотрим кто же у нас здесь живет а это никто иной как кролик один кролик привет дорогой здравствуй второй кролик черный привет черный так кто у нас тут еще еще они прекрасные великолепные крольчата как вы поживаете доброе утро и тебе тоже ушастенький доброе доброе утро ну красавцы слушайте приятный отчет день с животных тут у нас я так понимаю виноград какой кишмиш взреет да скоро будет так здесь у нас царство куриц ну и этим никого не удивишь конечно же привет ребятки доброе утро вам всем петушки такие шикардосные о какой ты горластый парень давайте посмотрим кто у нас живет здесь ребята это павлин или как павлю павлуша как и правильно называют тут у нас кто утята вы посмотрите друзья какие маленькие прекрасные утятки какая красота и мама утка еще одна мама утка а вон никакой домик смотрите этом живут прекрасный зоопарк вы кто ну конечно же все мы помним бибигона да конечно же все мы помним кто это брундуляк прекрасные индейки что сказать тут у нас это кто перепелки ничего доброе утро ребята а можно тетерева какие-нибудь любом случае друзья пишите в комментариях я не могу точно сказать такие ну а вот очень интересная такая культура я тоже не могу честно говоря определить что это ну кто знает пишите в комментариях для меня это просто какие-то чебуреки растут что ли да это просто чебуречное дерево сто процентов у нас тут сегодня проснулся доброе утро малыши какая красота иди-ка сюда привет ты какой разноцветный осмотрю игривый ничего солнышко стоят даете настроение прекрасное ах какой хороший да видно еще кстати говоря что только дождик был иди сюда тебе интересно такие замечательные котятки тут живут такой хороший друзья находимся на территории испаньоны здесь у нас юля ну юля ты где второй этаж балкончиком проснулась замечательная моя принцесска хорошо себя чувствуешь да самое лучшее утреннее время друзья такой балкончик хорошо договорились я немножко пройдусь чуть-чуть по нашей территории конечно же еще не так светло да но тем не менее мне нравится вот прекрасные листья великолепные привет парень вот это у нас наверное какой-то самшит или что-то типа того в сочи по-моему он назывался самшит ну а может быть кстати говоря это какой-нибудь можжевеловый куст кто знает пишите в комментариях дорогие друзья ну наверное все таки можжевельник смотрите какие у него прикольные такие плоды остренькие вот это у нас какая-то какие голубые ели голубые ели роза так это кто рододендрон я честно говоря не могу точно сказать кто тоже знает обязательно пишите в комментариях ну мне кажется да что-то наподобие того так тут замечательный такой вот лесной массив по дорожке такая тоже территория ухоженная благороженная все как надо по-человечески ну вот вышли мы опять к этому цветку не знаю наверное рододендрон такое название у него удивительно смотрите видите и только-только ливень прошел и еще до сих пор все мокрое маленькие пальмочки а вот этот цветок вообще нектар какой-то посмотрите друзья мне нравится мне нравится местная флора очень даже вот давайте немножечко обзор сделаем как же выглядит наш отельчик испаньола он выглядит именно так на фоне восходящего солнышко отель не знаю видно видно его здесь ну да вида вроде когда вот такого вот плана он в общем-то довольно таки прикольный территория тут такая интересная замечательная библиоглобус вот кстати оператор который нас возит на экскурсии там и так далее так далее вот здесь посмотрим за заборчиком вот так такие вот интересные плоды растут друзья вопрос что это наверное какой-нибудь длинный боб скорее всего я не знаю так пройдемся дальше ну вот тут такая вот растительность прям вот так скажем машины в таком естественном природном гараже стоят вот так что тут у нас кораблик солнышко все красиво за заборчиком мы ведь видим другие отельчики вот какая-то там гора такая даже надо будет еще изучить что это за гора такая но тут собственно говоря как отель выглядит с этой стороны сверху вот такого вот плана ну мне кажется очень даже уютненько здорово и мы вон там он живем на том балкончике кто это у меня идет да ты что неужели это юля мурочка привет хорошо договорились погладим вещи нет еще там красиво ну пойдем покажешь мне покажешь я понимаю все верно у нас смотри какая красота уютненькие всякие булочки хорошо пойдем на гладилку да да кашпо замечательный он смотри какой-то интересный балкончик здесь мы будем с тобой кушать здесь будем с тобой кушать почему она зная черная как думаешь сероводородного состава да море очень близко дорогие друзья я бы сказал вообще рукой подать семь минут обычным прогулочным шагом и вы вот пожалуйста в этом лазуре уже искупались отдыхал это уж точно это уж точно так спустимся немножечко ниже до 7 утра уже поздно уже полгня прошло да да тут мне очень нравится что подписаны все названия растений если ты не знаешь что это что это не кофе и ягодные знали вот это книп кофе и ягодные вот это конечно же знаю от него хорошо размаривает его им им украшает тортик и его добавляет чай хороший хороший розмарин красивый еще всякие пальмы я помню как-то сочи вот такую пальму взял папа помнит гусь его назвал вот так замотали как гуся короче и в конце концов она не прижилась у нас ребята это древняя амфора но оно и понятно крым все-таки был у нас и тавриды когда-то до есть такое смотри кактус вот кактус видишь и он еще утка все поливается да 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 здесь мы будем с тобой жарить вегетарианские вкусняшки просто отдыхать ну одним словом примерно друзья примерно описание сделали видео зарисовочку вот поехали дальше красавчик привет да это утки да как мама папа утка ты тоже похож на утку так держать да красивый а я не знаю я думаю любители природы точно скажут если мы отсюда посмотрим на дереве том самом с этими чебуреками птички только что сидели нет я не знаю что это друзья ну блин ну что же за чебурек то а вот он вот так вот выглядит интересно вот такая вот странная штучка что там внутри давайте посмотрим какой-то боб наверно да ну кончатом какие-то бабы ну что такое интересное конечно сейчас пойдем зарядку с тобой делать пойдем да сейчас покажу а это ягода какая-то называется она никак иначе как санталина розмарина листная вот так вот санталина розмарина листная да я предложил подписчикам узнать что это такое это чебурек юля чебурек какой же горох я вот это мне нравится вот эту вот тему интересно вкусно ну-ка кислая но блин ничего такая прикольная дворик привет мам инжир а так это не жир да а вот я вижу желтые плоды ага замечательно извините друзья без инжира я сегодня свой день не представляю знаете по мне так совсем на инжир не похожи до букашка похоже на какой-то абрикос если честно на мой взгляд опять же но скорее всего инжир попробуем нас обманули ребята сваливаем нас обманули люблю знаете ли пробуху снять на верочку сам шит вон ниже да прекрасный качелюшечка чуть мокрый я посмотр ничего не мокрая вообще классно слушай я знаю чем заниматься когда мне будет совсем делать нечего мне кажется такого не будет поэтому вот только ранним утром может часов с четырех вот до пол пятого покатят приятно хорошая такая сетка вот отсюда я вижу наш номер ну а то вот кто с детьми приехал тут вот дет детская площадка такая вот вообще все так уютненько вон там живем вон там вон там так че еще у нас тут интересного у кого я вижу привет малышка мулька как поживаешь самочувствие настроение отличное ты готова преодолевать все что нам преподнесет судьба ты конечно наслаждаться все и моментами которые будут так или иначе у нас с вами друзья вот а довольная мурка это очень очень хорошо довольна мурка довольная что еще можно пожелать только прекрасно солнечной погоды ну погнали дальше агава из агавы кстати говоря делают веревки чё 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 вот это чудо чудо природы доброе утро малышки вы просто с супер какой-то смотри вот на вот этого посмотреть да какая природа вообще прекрасный удивитель да Shepherd я смотрю она побольше ян а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...